И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. Сегодня у нас замечательная погода, я решил немного поснимать видео. Сегодня у нас речь пойдет про банки в Японии. Каким банком лучше воспользоваться, если вы студент или только приехали в Японию по работе. А также, какие комиссии в банке существуют и выгодно ли класть под депозит в японские банки деньги. Но также о кредитных ставках немного расскажу. Я расскажу про те банки, которые находятся в районе Токио, Коногавы, Сайтама и других городов, которые поблизости к Токио. Потому что я сам тут живу и знаю некоторые банки отсюда. В других городах, например, такие как Фукуока, где-нибудь на Кьющу или же Хоккайдо, там другие банки. И могут быть другие совершенно условия, другие вещи. То есть, сразу скажу, что не все банки в Японии имеют свои филиалы в других регионах. Вот на примере данного банка SMBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Это один из известных банков Японии. У него есть много филиалов, но эти филиалы находятся в основном вот в районе Токио. Также есть банк Mizuhu. Есть банк Mitsubishi UFG. Есть GP Bank. Rakuten Bank, я думаю, тоже можно упомянуть. Chiba Bank. Это основные банки, которые есть в пределах Токио, которых я знаю. Но есть еще по мелочи небольшие банки, которые также имеют свои филиалы в Токио. Почему я назвал именно вот эти банки? Потому что в данный момент в Токио они очень распространены. И их филиалы, ATM, можно найти практически везде. У каждой станции практически везде есть. Если же вы, например, отъедете от города, к примеру, на километров так 100, 150, 200. Как вот я ездил по работе в Уциномию и хотел там снять деньги, то меня ждало разочарование, потому что там не было филиала моего банка SMBC. Но были филиалы от других банков, таких как Mitsubishi UFG и Mizuhu. А, например, если поедешь куда-нибудь там на юг, там может не быть Mizuhu или Mitsubishi UFG, но при этом может быть этот филиал. В Японии нет одного такого банка, который бы имел филиалы во всех городах Японии. И это очень неудобно с точки зрения пользования. Поэтому, если вы куда-то едете, убедитесь, что филиал вашего банка есть в том городе, куда вы собираетесь ехать. Если же нет, то же снимайте деньги заранее. В противном случае вы рискуете остаться без наличности там. Какой же банк выгоднее и лучше, когда вы только приехали в Японию, такие как студент, например, или вы находитесь в Японии по работе. Вот вы приехали. Ну, по работе, я вам так скажу, обычно фирма сразу сама уже открывает для вас карточку. Вам нужно просто написать заявление, и от фирмы откроют карточку в банке. В том банке, которым пользуется эта фирма. Потому что для них это удобнее, и не придется платить комиссию за перевод из банка в банк. В другом случае, если же вы приезжаете, например, как студент, или же вы приезжаете по работе, в которой фирма не открывает для вас сама карту, и вам нужно выбрать, какой же банк. На примере вот этого банка с MBC можно выбрать его, но есть некоторые ограничения, такие как, если вам, например, нужно открыть дебетовую карточку в банке, вам нужно иметь печать INCAN. Это такая именная печать, где будет написано ваша фамилия или имя. Ну, ее можно заказать в любой мастерской, стоит примерно где-то 1000 йен. Также нужно иметь номер мобильного телефона, желательно японский номер. И с этими вещами вы уже можете открывать спокойную карточку в банке. Но, опять же скажу, что некоторые банки, они требуют, чтобы у вас была как бы прописка хоть какая-то там в Японии. Возможно, потребует джиминхё. Или, ну, это джиминхё, это свидетельство о регистрации, что вот вы зарегистрировались в Японии по такому-то адресу. Или же есть банки, которые не требуют это, и можно там спокойно открыть. Если вам нужно карточку открыть, когда вы приезжаете в Японию, то первый банк, который бы я порекомендовал, это GP Bank. Это самый такой простой банк, банк от почты. В нем требуется минимальный набор документов. Там, как я уже сказал, это вот печать и телефон. Вон, все. Открывается вообще легко, и можно эти карточки пользоваться. Но не все компании принимают такие карты от GP Bank. То есть для многих компаний требуется, чтобы у вас был именно либо Митзуха, либо MUFG этот Mitsubishi или SMBC банк. Так как они являются основными банками вот в пределах вот Токио. Дебетовая карточка, она же кэш-карт, является основной картой для получения зарплаты в Японии. Как вот у нас Маэстро, там, какого-нибудь Сбера в России. И на эту карточку все, ну, как бы, компании могут спокойно перечислять зарплату. Эта карточка не является интернациональной. То есть вы не можете этой карточкой пользоваться в другой стране, потому что она не имеет стандарта Visa или MasterCard. Для того, чтобы получить Visa или MasterCard, дебетовую карту, вам нужно писать отдельное заявление в банк, чтобы вам ее выдали. Сразу скажу, что данную карту легко получить и легко сделать. Ну, там, возможно, потребуется комиссию оплатить, но и недорого. Далее, что касается кредитных карт в Японии, кредитную карту получить не так-то просто. И кредитная карта выдается только если вы проработали сколько-то лет. У вас есть история выплаты налогов в Японии, и у вас хороший доход, чтобы вам было из чего выплачивать эту кредитную карту. В этом случае вам можно будет получить кредитную карту, но, опять же, не все банки оформляют кредитную карту для иностранцев. Особенно если вы студент, то вряд ли вам получится получить кредитную карточку в Японии. Я свою первую кредитную карточку получил, уже проработав примерно 2 или 3 года в Японии. До этого я пользовался российской кредитной картой, и все счета, которые надо было оплачивать с помощью кредитки, например, за телефон или за коммуналку, я использовал. Ну, по возможности платил налом, но если нужна была именно кредитка, то указывал российскую, и это нормально. Теперь, что касается процентов по депозиту. Если вы думаете, что в Японии у всех много денег, потому что они копят их и на процентах живут потом, то вы ошибаетесь. Проценты в японском банке очень низкие. Процент по депозиту на дебетовой карте, вот, ну, на примере вот этого банка, да, будет составлять 0.001%, то есть 0.001% годовых, естественно. Поэтому, если вы думаете, что можно что-то накопить с этого, я не знаю, это сколько миллиардов надо иметь на счету, да и то не факт, что это будет хороший доход. Проще эти деньги вложить куда-нибудь в бизнес, я не знаю. Так вот, значит, проценты по депозиту очень низкие. По кредиту проценты повыше, естественно. На примере, если вы берете кредитную карточку, ну, первый месяц, естественно, во всех банках бесплатный, то есть вам не нужно будет выплачивать комиссию банку, и процент по кредиту будет 0, если вы гасите ее в первый же месяц. Но, если же вы берете, как говорится, рибобара, это называется в Японии, то есть по несколько месяцев выплачивать будете сумму, то тут зависит уже от банка. В среднем примерно 2-2% в месяц, бывает 3, зависит от банка. То есть получается, что за год вы будете выплачивать примерно от 24 до 36% годовых, что достаточно большая сумма, но если вы, как скажем, не берете много кредитов таких по кредитной карте, то оно в целом нормально. Но если же вы берете, например, много кредитов, и оно друг на друга накладывается, то это еще так и балла, а я вам не рекомендую. Поэтому желательно гасить все в первый месяц, и тогда в этом случае вы будете еще получать поинты. Когда вы пользуетесь кредитной карточкой, там привязка идет к какой-нибудь системе поинтов. Например, либо это внутренние банковские поинты, либо же это, может быть, другие поинты, система поинтов, например, T-поинт или D-поинт, или там понто-карты, ну и так далее. И вот эти поинты вы потом можете использовать для покупок, чтобы оплачивать покупки или оплачивать какие-то счета. Это очень выгодно. И хорошо, я сам пользуюсь такой системой. У меня кредитная карточка от Docomo. D-card она называется. И там есть эти D-поинты. То есть самые выгодные, я считаю, по соотношению получаемых поинтов и затраченных денег. Там бывает и по 5%, в поинты переходят от покупки и по 10%. Карточку от Docomo кредитную можно оформить в любом филиале Docomo, который сотового оператора. То есть приходите, просто говорите, хочу оформить кредитную карточку от Docomo и оформляете. Там в год, по-моему, около 1000 йен всего надо платить где-то так за обслуживание. Но при этом карточка достаточно хорошая, и лимит там примерно... Ну вот сейчас, кстати, да, расскажу про лимиты. Сразу скажу, что я во всех банках не знаю лимиты, но те, которые у меня были, начинал я с 50 тысяч йен. Когда вот в SMBC я получил первую кредитную карту, у меня было 50 тысяч йен лимит в месяц. Далее там он увеличился до 150 тысяч, до 250, ну и чуть больше, там где-то 350. При этом, когда я уже получал в другом банке эту кредитную карточку, то там лимит у меня сразу же был уже 350 тысяч, то есть это выгоднее получилось. Возможно, это политика банка, что они не выдают кредитные карты с большим лимитом сразу, а только постепенно выдают. В докому банке я получил карточку с лимитом сразу же 350 тысяч, а через там пару лет его увеличили до 700 тысяч йен. Так бы я заплатил, например, кэшем это все, я бы не получил поинты. А так, если я с кредитной карты оплачу, то я получаю поинты. Поэтому любые оплаты за коммуналку, за квартиру, за какие-либо вещи, что вы покупаете в магазинах, лучше осуществлять через кредитную карту, тем самым вы себе, ну как бы кэшбэк такой небольшой получаете в виде поинтов. Это приятно. Так, что еще по поводу переводов за рубеж или в другой банк? Цена за перевод, например, в Японии составляет из банка в банк около 300 йен. Если сумма там не превышает, насколько я помню, 30 тысяч йен. Но если же сумма превышает где-то 30 тысяч йен, около 100 тысяч йен вы переводите, процент может быть чуть-чуть побольше, например, около 600 йен, где-то так. То есть тут уже надо смотреть, смотри какой банк и куда вы делаете перевод. У каждого банка есть приложение, но как бы либо вы можете сделать это через банкомат, либо вы можете сделать это через приложение, либо через оператора. Кстати, скажу, что через оператора делать в банке переводы гораздо дороже, чем делать через приложение. Теперь, что касается зарубежных переводов. Например, вы хотите перевести деньги в Россию, вот вы заработали какую-то часть и хотите помочь родителям перевести деньги в Россию. Я не знаю про другие страны, буду говорить на своем опыте, когда я переводил в данном банке, вот в SMBC, процент за перевод. Я точно не помню, но у них, по-моему, фиксированная сумма. Когда перевод делаешь, например, на 100 тысяч йен или на 200, на 300 тысяч йен, неважно, будешь платить примерно 6 тысяч йен за перевод. Ну, возможно, это не только их комиссия, они включают и комиссию за транзакции, которые будут осуществлены через банки-партнеры. Потому что напрямую Япония не посылает деньги в Россию, а она пересылает их сначала в другую, как бы он называется, банк-корреспондент. То есть через какой-то банк пересылает уже потом в Россию. Естественно, любая вот такая вот, как бы, пересылка занимает и время, и деньги. Примерно перевод идет около дня. Если вы шлете 100 тысяч йен в Россию, то вам нужно будет заплатить 6 тысяч, то есть 6 процентов. Это очень много. Другие банки, возможно, имеют меньший процент. За перевод я не могу вам точно сказать. Это уже вы сами потом, если будете интересоваться, можете зайти в филиалы и узнать. Теперь, что касается банкоматов. Банкоматы есть, как я уже говорил, практически около каждой станции метро. Обычно там 2 или 3 банка. Ну, вот в моем районе это вот SMBC, там MUFG, вот Mitsubishi. Бывает еще, в Минзухо встречается, но не так часто. В Токио, например, наоборот. Больше Минзухо и MUFG встречается, а вот SMBC не так часто встречается. Ну, то есть тут зависит от района, где вы живете. И, соответственно, если вы собираетесь снимать деньги с российской карты, то раньше это можно было сделать, ну, например, вот только где-нибудь в комбине или же в каком-нибудь банке, который, ну, интернационально такой работает с иностранными банками, то теперь это возможно сделать и даже вот в обычных комнатах банкоматов. Поставили International ATM, он прям так и называется. То есть к нему подходите, вставляете свою карточку и можете снять спокойно деньги со своей картой, из своей страны. Проценты и комиссии я вам сейчас не назову, но в 7-Eleven, 7-Bank, который находится в любом комбине от 7-а, проценты были высокие. Поэтому я бы вам не советовал снимать. Это на крайний случай, если вообще ничего больше нету поблизости. Вот либо это вот Family Bank, да, там от Family Mark, банкомат будет стоять, либо это будет 7-Eleven, будет 7-Bank стоять. Это самые дорогие по комиссии банкоматы. Я бы не рекомендовал там снимать. Вот если вы нашли, например, вот типа такой вот комнаты этих банкоматов, зайдите, посмотрите. Возможно, там есть International ATM. И вот эти International ATM уже будут с более низкой комиссией, чем если бы вы снимали где-нибудь в банкомате, в комбине. Банкоматы работают практически круглосуточно. Вот видите, здесь указано с 7 утра до 12 ночи. Каждую неделю в воскресенье он работает до 21 часа. Вы можете снять деньги здесь практически круглосуточно. С другой стороны, если вы же, например, живете, рядом у вас есть комбине, то вы можете снять деньги даже в комбине, а комбине работает круглосуточно. Тут как бы с этим никаких проблем нет. Ну вот и все, что я сегодня вам хотел рассказать. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч. Увидимся.